Здравствуйте, уважаемые телезрители, это программа «Городской дозор. Ваш депутат». Совместный проект канала 16 и Городской думы города Сарова. Мы находимся в Яблоневом саду, это 9 округ. И с нами депутат по данному округу Павел Анатольевич Амельичев. Павел, я тебя приветствую. Приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Павел, вообще округ очень такой обширный, я бы сказал большой, в основном частный сектор. И это такой достаточно уникальный в нашем городе округ. Ну, действительно, округ достаточно большой, действительно имеет уникальную такую особенность, что большую его часть занимает малоэтажное строительство. Вот, условно, я его для себя, для удобства работы разделил. Это ТИС застройка, это микрорайон Яблоневый сад. И поселок строительный, где тоже в основном малоэтажная застройка. Ну, вот непосредственно сейчас мы с вами находимся на территории Яблоневого сада. Здесь у нас сейчас, скажем так, жизнь идет полным ходом. Люди заселяются, дома ремонтируются. Остались, конечно, какие-то вопросы и моменты по благоустройству данной территории. Ну, в частности, это вот даже та площадка, которая находится за нами с вами. Это проектом предусмотрено здесь размещение общественной территории, где необходимо разместить детские тренажеры, прогулочную зону. Ну, то есть благоустройство такого общественного пространства. Общественного пространства. Что-то вроде детских мафов, спортплощадок и так далее. Кстати говоря, достаточно большой проект. Да, этот проект большой. Мы уже сделали своими силами проект, уже обсуждали с его жителями, уже согласовали, утвердили, прошли даже экспертизу этого проекта. Сейчас остался такой момент, это найти средства, ну, и непосредственно реализовать все это дело. Я смотрю, сейчас она, в принципе, ну, в целом не пустует, хотя, конечно, хотелось бы больше. То есть здесь и освещение есть, и футбольное поле какое-то сделано, видимо, силами жителей. Совершенно верно. Это, скажем так, некий самострой, некий такой ручной вариант решения проблемы. Ну, это вот мы совместно с инициативными жителями собирались на собрание, обсуждали, скинулись с какими-то небольшими средствами. Но жизнь идет, и ждать, когда что-то реализуется, ну, не приходится. И поэтому выбрали какие-то минимальные наборы мафов, установили, пользуются бешеным спросом. Очень много детей здесь и летом, и зимой. Вот, скажу, кстати, такую цифру, что у нас сейчас на данный момент, по моим данным, проживает более 250 детей дошкольного и школьного возраста. То есть актуальность, необходимость такой площадки, она, конечно... Ну, имеет место быть. Имеет место быть, совершенно верно. Касательно других территорий. Вот ТИС, потому что это уже достаточно давно сложившаяся застройка, уже там, люди уже не один десяток лет живут. Поселок стоит на еще больше возраста, да, старше, там, вот, так называемый аэродром. Какие там работы? Может быть, мы, есть что показать, мы туда проедем? Конечно. Давайте начнем, наверное, с ТИСа. Здесь близко, удобно подойти. Сейчас я расскажу об основных, как бы, моментах, которые там реализованы за последние 4 года. Ну что, уважаемые зрители, перемещаемся тогда в поселок ТИС. Друзья, мы переместились в поселок ТИС, также частный сектор. Павел, расскажи, что было за 4 года, вот, вложено, можно сказать, в этот поселок, в инфраструктуру поселка? Ну да, когда 4 года назад мы начали здесь осуществлять какую-то деятельность, первым делом это, естественно, мы упорядочили здесь движение автотранспорта и нахождение пешеходов. То есть мы установили здесь везде знаки «жилая зона», которые позволили все-таки так или иначе упорядочить движение, немножко снизить скорость автомобилям, ну и получить преимущество пешеходам. На втором этапе, как бы, тоже обратили внимание на то, что данная территория не охвачена современными коммуникациями связи. И совместно с телефонной компанией «Саров», за что хочу выразить им отдельное большое спасибо, мы здесь провели оптоволокно и, соответственно, на сегодняшний день более 100 абонентов обеспечены современной связью. То есть это телефония, интернет, телевидение и так далее. Это было большое пожелание всех жителей на этапе моей предвыборной кампании. То есть такой проект мы здесь реализовали. Очень серьезный проект, он действительно виден каждому, и каждый сейчас может здесь подключиться к этим сетям. Когда в 2015 году мы здесь начали заниматься непосредственно дорогами и коммуникациями, появилась программа поддержки местных инициатив. Это программа областная, то есть с привлечением софинансирования. Да, это программа, где на условиях софинансирования за счет жителей областного и городского бюджета происходит строительство и благоустройство территории. Мы достаточно активно включились, уже 4 года мы являемся, я бы сказал, даже в нашем городе самыми активными участниками. И, подводя какие-то промежуточные итоги, можно сказать, что за прошедшие 4 года получилось заасфальтировать порядка более 2000 метров дорог. То есть это теперь появились дороги с асфальтовым покрытием, и жители могут беспрепятственно подъезжать своим домам. А также более чем полкилометра, то есть порядка 600 метров, это канализационные сети. Ну, сколько всего было вложено в этот... Именно средств? Именно средств. Ну, в деньгах, да. Ну, в деньгах я могу сказать, что это, ну, десятки миллионов рублей. Вот так вот. То есть, ну, учитывая, что жители все равно там только часть этих денег оплачивали, там, порядка 5-10%, потому что каждый год программа меняется. Соответственно, в итоге за 4 года, ну, это десятки миллионов. — Насколько было принципиально активное участие жителей в этом вопросе? То есть, вот, необходимо ли это было? — Ключевым, я бы сказал бы так. И вот, пользуясь, опять же, случаем, хочу выразить большую благодарность активным жителям ТИЗа, которые помогали, которые сами участвовали, которые помогали оформлять документы, собирать подписи, принимали участие путем вложения своего труда в это дело. То есть, я могу сказать, что это такая программа, которая благодаря жителям. — То есть, напрямую зависит от их инициативы, да? — Да. Самое главное, мы видим действительно результат. — Результат, да. — И не только здесь, но и по всему городу, в принципе. Но очень хорошая программа. И дай бог, как говорится, чтобы она не прекращалась, а только увеличилась в объеме своим финансовым. То есть, а жители всегда поддержат. — Третий район, третья, как бы, часть округа — это поселок Строителей. — Ну да, это поселок Строительный, ну и прилегающий к нему там три многоэтажных дома. Я предлагаю туда проехать и посмотреть. — Друзья, мы в поселке Строительный или в простонародье аэродром. Собственно говоря, он у нас за плечами. — Павел Анатольевич, что здесь было сделано, какие работы проводились? Вообще, какими проблемами жители здесь сталкивались или сталкиваются? — Ну, здесь тоже такой достаточно сложный микрорайон. Здесь больше всего проблем с инфраструктурой. Ну, соответственно, из таких крупных, скажем так, достижений, это мы завершили ливневую канализацию по улице Московской, которая позволила лишить много проблем, которые возникали в межсезонье и по время дождей. Также по просьбам жителей мы провели здесь оптоволоконную сеть. Теперь тоже все имеют возможность подключиться к... — Также силами телефонной компании Сарова. — Совмест с телефонной компанией Сарова, да. Здесь реализован такой проект. То есть есть возможность пользоваться современными услугами связи. Опять же, ограничили здесь все знаками жилая зона. Опять же, пешеходы здесь имеют преимущество. Закончили недостроенные детские площадки. Две большие комплексные площадки, которые позволяют детям не только проводить время на качелях, но и заниматься подвижными играми. Также здесь была проблема с электроэнергией. То есть во время каких-то ураганов... — То есть здесь она воздушная, кстати говоря. Это такое достаточно редкое для нашего города явление. Это воздушные линии электропередачи. — Да, совершенно верно. Еще года четыре назад после любого ветра, урагана или снегопада постоянно раздавали звонки, пропадает свет и так далее и тому подобное. Но уже благодаря участию Саровской электросетевой компании мы здесь установили уже подземные коммуникации, по которым жители могут спокойно подвезти к каждому дому 15 киловатт электроэнергии и пользоваться уже в безаварийном режиме. Это очень большое достижение и очень востребовано жителями. — Традиционно я всем депутатам, которые приходят к нам в передачу, с которыми мы общаемся на их округах, задаю один вопрос в конце передачи. Это вопрос о том, будете ли вы баллотироваться на следующий срок, на следующих выборах. Они у нас уже совсем вот-вот близко. — Ну, задел есть. Начато очень много проектов. Жители мою деятельность поддерживают, оценивают положительно. Насколько вот я вижу отклик от них. Поэтому я думаю, что надо продолжать эту деятельность и, соответственно, идти на выборы. — Друзья, ну а на этом хотелось бы закончить. Мы были на округе номер 9 вместе с депутатом по этому округу Павлом Мамеличевым. Это была программа «Городской дозор. Ваш депутат». И я автор и ведущий этой передачи Петр Смирнов. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова